Виктория в этом году удивила, удивила, я бы даже сказала, поразила. Многие слышали, что Виктория трещит. К тому же год сложный, ну реально сложный. Но Виктория не трещала. Сейчас я возьму гроздочки, покажу вам поближе. При этом, смотрите, куст мы раньше оставляли, всегда у нее по одной грозди. А Виктория вообще слаборослик. А в этом году решили уже, ну нагрузим так нагрузим. И оставили по две грозди. Ну у него грозди где-то 500 грамм, какой-то год были по 700 грамм. Ну если одна гроздь. А здесь я думаю, что 450-500 грамм, каждая точно будет. А может и чуть больше. Лозы цвет тоже, видите. Лоза, ну вот как минимум на метр, даже больше. Метр двадцать, метр тридцать повызревала. А где-то и больше. И это при такой нагрузке. А при этом 16 сентября и она готова. В этом году на самом деле многие сорта запаздывали сильно. Созревание. А Виктория нет. При такой нагрузке, при всех как бы негативах этого года, этого сезона, Виктория вообще не запоздала. Все, она вот к середине сентября всегда как раз и созревает. И вот гроздочки. Ничего тут убрано не было. Некогда мне было ей заниматься. А ягодки целые. Причем обратите внимание, ягода сейчас мокрая. Дождь шел всю ночь. И дождь шел сегодня вот где-то до обеда. Чуть-чуть ягодка стала вот, ну да, есть более сухенькая. Потому что уже обветрилась. А так дождь прошел достаточно сильный. Пол тачки воды налила. А Виктория целая. Вот так вот бывает. Даже если сопоставить весь сезон, некоторые другие сорта, которые не особо трещали, взяли и потрещали. А Виктория не потрещала. Совсем. Ни тогда, ни сейчас. Вот абсолютно целенькая ягодка. Вкус. Тонкий и нежный мускат. Без терпкости и без приторности. Ну а что касается болезней. При стандартных обработках никаких болезней на Виктории не появляется. Вот отойду подальше. Покажу эту красотку в полной красе. Вот она у нас. Виктория. Костик слаборослый. Но при этом выдаёт достаточно хорошие грозди. 500-700 грамм. Это для неё вполне хорошо. Виктория имеет женский тип цветка. Но при этом у нас ни разу, ни один год, никогда не было проблем с её опылинием. Всегда хорошие полноценные грозди. Часто бывает, что Викторию ругают за треск. Но на самом деле, если немножко поработать с увлажнением почвы в определённый период, то никаких проблем не возникает. Вот в этом году знаю, что много чего у кого трещало. Ну как бы так показать гроздочку со всех сторон. Абсолютно целая. Что касается вкуса и сроков созревания. Сроки созревания в норме у неё где-то первая-вторая неделя сентября. Она полностью готова. Может хорошо и долго висеть на кусте. Конечно, если не будут идти проливные дожди. Мякоть хрустящая и очень-очень нежный мускат. Вот вкус у неё просто потрясающий. Из всех мускатных сортов они все хорошие. Они все вкусные. Но Виктория это самый вкусный и самый тонкий аромат. Смотрите, какая чудесная гроздь. Вот сегодня у нас 7 сентября. Уже всё готово. Имеет потрясающий мускатный аромат. Ягодка такая с тонкой, приятной шкуркой. С очень сочной мякотью. И, конечно, она очень-очень вкусная за счёт вот этих ароматов. То характерное для данного сорта. Ну вот можно посмотреть. Здесь очень мелкий лист. И она обладает небольшой силой роста. Не особо за ней там надо нормировки, формировки по поводу пасынков, зелёных операций. То есть она не загущается. Но при этом выдаёт вот такие вот хорошие, красивые грозди. И, в общем-то, и хороший урожай. Хотя в начале сезона, конечно, бывает страшно. Думаешь, ну что из этого будет? На самом деле будет вот эта особенность данного сорта. Ещё один нюанс, связанный с Викторией. Виктория – это женский сорт винограда. Но, несмотря на это, посмотрите, она прекрасно опыляется. Это у нас у неё, наверное, второе или третье плодоношение. И вот, невзирая на тот факт, что это женский сорт, посмотрите, все ягодки хорошие, крупные. И хорошо она опыляется каждый год. Несмотря на погодные условия, несмотря на какие-то катаклизмы, в этом плане она очень-очень стабильна.